Отгородились от всех. На обочине жизни почувствовали себя жильцы многоэтажки на Денисова-Уральского. И все из-за соседей. Они возводят забор, оккупировав и тротуар, и единственную дорогу через двор. В итоге и взрослым, и детям приходится идти по проезжей части. Выход сегодня искал и нашел городской дозор. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без носа упал. Просто толкнули друг друга. Дети играют, идут мимо. Их могут обрызгать в машины элементарно, потому что парапет очень маленький. Против ограждения выступают и жители, чья территория сейчас отделяется. Говорили ведь председателю, от чужих машин спасет и шлагбаум. Она до этого предлагала, сама и люди предлагали. Против никто не возмутился. Но вдруг забор. А зачем он мне нужен за мои деньги? Я лучше две тысячи. Сыну, как говорится, запипикалку эту заплачу. Жители считают, забор – это самоуправство председателя совета дома, которое фальсифицировало решение общего собрания. Никаких собраний. И вот так вот все подписи. Общее собрание, несколько человек соберется, а подписями мы все подделаем. Инициатор установки ограждений, скрывавшийся в подъезде, после таких слов не сдержалась. Она уже сядет судьбу нашего дома, я бы сомневаюсь. Да потому что вашу, вашу, вы враньем не занимаетесь. Я не занимаюсь. Председатель совета дома сообщила, забор нужен, чтобы избавить двор от сквозного проезда. Шлагбаум здесь долго не продержится. На общем собрании 74% собственников проголосовали за. Все документы уже в управляющей компании. Коммунальщики подтвердили, что проверили каждый лист голосования. На Дениса Уральского 9 есть и оформленный земельный участок, присвоенному ему кадастровым номером с границами этого земельного участка, и решение общего собрания, вступившее в свою законную силу. Никто его не обжаловал. Жителям дома, недовольным ограждением соседей, остается обратиться в суд с требованием восстановить статус земли общего пользования. Но для этого им придется доказывать, что возведение забора ущемило их права. Юрий Шумков, Владимир Середа, Городской дозор.